Итак, добрый день, дамы и господа. Очередной клинический разбор. Ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что нужны какие-то стандартные случаи, которые интересны большинству людей. Но, наткнувшись на какую-то очередную редкую вещицу, так сказать, редкую ситуацию, наверное, правильнее так будет выразиться, все-таки стараюсь ее разобрать, понять, осознать, углубиться и расшириться, положить ее на полку, скажем так, своего опыта и поделиться, в общем-то, ею с вами. Впервые столкнулся с этим синдромом. Итак, ко мне обратился мужчина с вопросом по поводу семейного бесплодия. И когда я собирал информацию по его состоянию здоровья, естественно, по состоянию здоровья супруги, они уже их делали в прошлом ЭКО, то есть, соответственно, ситуация такая, требует достаточно тщательного разбора, но, как, впрочем, любая другая ситуация. И просматривая материалы по супруге, я столкнулся с следующим, с последующей историей. И вот эту историю я хотел бы вам рассказать. Итак, смотрите, то есть, женщина 1990 года рождения, что ее беспокоило? То есть, при посещении гинекологов по поводу бесплодия и при безуспешных попытках самостоятельного зачатия, причем там ставилась комбинированная причина бесплодия и женская, и мужская, поэтому уже было принято решение о том, что нужно пройти программу ЭКО, тем более была возможность сделать это за счет федерального бюджета, средств федерального бюджета. Есть определенный стандартный набор из обследований, там, помимо мазков, гормонов, клинического осмотра, сбора анамнеза, исследований на инфекции по крови, либо локальных каких-то мазков. Соответственно, есть такой анализ, или инструментальное обследование под названием гистеросальпингография. То есть, в чем оно заключается? Это когда полость матки вводится в вещество, которое должно пройти из матки в маточные трубы. Это может быть выполнено при помощи рентген-контрастного вещества, то есть, как бы, оно видно на рентгене. То есть, его ввели, сделали фотографию рентгеновскую, и если вещество прошло, скажем так, в обе трубы, значит, трубы проходили. Ведь бывают ситуации, когда люди пытаются вести ребенка, и вроде как все более-менее неплохо, и по УЗИ все хорошо, и у женщины, и у мужчины все как бы неплохо. А вот раз, и трубы оказываются непроходимы. Причем, даже бывают такие ситуации, когда уже был у женщины ребенок, потом произошел какой-то воспалительный процесс, была выполнена операция, либо что-то еще, и уже та труба, или те трубы, которые ранее были свободно проходимы для половых клеток, сейчас эту проходимость утратили. Вот. Ну ладно, это как бы общая информация. Итак, ей была выполнена ГСГ, гистеросальпенография, то есть, ну, есть, кстати, еще ультразвуковое исследование, пневмогистеросальпенография, когда воздухом надувают. Ну, здесь было классическое, реминологическое. Итак, ей сделали гистеросальпенографию, и через 2 недели после процедуры у нее появились язвочки на слизистые больших половых губ. Ну, потом как-то вроде там чего-то помазали, чего-то поделали, эти язвочки исчезли, чего не бывает, скажем так, у женщины. А потом, когда была выполнена программа ВРТ, вот здесь вот выдержка из протокола от апреля 2023 года, на фоне стимуляции овуляции, мы знаем, что ставятся менопаузальные, не только менопаузальные, но и рекомбинантные гормоны, менотропины, фолликулотропины, можно их назвать, хорионичный геноотропин. Вот. Так вот, после того, как эта программа была проведена, к сожалению, безуспешно, как вы видите, то есть здесь было не так уж много ацитов, в принципе, эмбрион был вообще только один, ну и после переноса, к сожалению, имплантация так и не произошло. Но помимо этой беды, скажем так, или проблемы, буквально через некоторое время количество язв на половых органах резко увеличилось, но причем появились они не только на гениталиях, но и во рту. И с этой ситуацией она обращалась к самым различным врачам в течение полутора лет, параллельно ее стало беспокоить еще и выраженное выпадение волос. Я вот здесь привел некоторые протоколы, как это выглядело, то есть, ну, представьте себя на месте там гинеколога, например, или стоматолога, к вам приходит женщина и предъявляет жалобы на язвочке, где там ротовой полости, на языке, на малых половых губах. Это уже как бы настораживает выпадение волос. Ну, понятно, наверное, это дефицит каких-то витаминов или минералов. Склонность к задержке стула, субфибрилитет, кстати, температура. Вот он субфибрилитет уже, конечно, настораживает. Возможно, это один из более поздних протоколов. Проводится осмотр, ставится диагноз обследования для исключения инфекционной причины, что, в общем, в какой-то степени тоже логично. Сопутствующая эта автозность стоматит гласит хиелит, и она направляется на обследование. Другой протокол. Смотрите, патологическое выделение из больших половых путей, наличие язвы большой половой губы, боли во влагалище. Что мы видим? Ну, здесь обсуждается анамнез при осмотре, даже не при осмотре, наверное, здесь уже она обратилась с результатами обследования, и у нее высевается, например, фекальный интерокок из области язвы. Ну, вполне логично, какая бы ни была причина образования язвенного дефекта слизистой, естественно, в области гениталий, женских половых гениталий, она всегда будет обсеменена какой-то флорой. Причем эта флора не обязательно является причиной. Она вполне себе там жила, и просто образовался дефект, это создало более благоприятные условия для ее роста, и, естественно, активный процесс размножения. То есть, вот мы видим в результате просев, обнаруживающий кишечную бактерию, скажем так. Ну, и здесь опять же вот элементы стоматита на кончике языка, на боковых стенках языка. Все это, конечно, есть. Смотрите описание. На большой половой губе слева определяется язва полтора сантиметра. То есть, вы представляете, что это большая язва, это больно, это неприятно, то есть, качество жизни существенно снижается. Еще один прием у гинеколога. Их было много, я только взял некоторые. То есть, причем я здесь не критикую коллег абсолютно. То есть, это действительно сложная ситуация. И я бы на этом месте, скорее всего, поступил бы точно так же. Вот просто сейчас мы уже находимся, скажем так, в конце этого диагностического пути, в конце этого диагностического поиска. Было бы неплохо, чтобы кто-то из докторов, из коллег, может быть, из пациентов, которые столкнулись с чем-то подобным, в результате вот этой публикации, да, поняли, как действовать в тех подобных ситуациях. Итак, смотрите, тоже образование в области половой губ, желтоватые, ну, то есть, гнойные выделения. Все это у нее описывается, опять же, по анамнезу. Смотрим описание. В области больших половых губ и часто гиперемии. Подозрение на скрышуюся фолликул. Ну, и назначается масля в амиколе, витамин D. Следующий протокол говорит о том, что, наверное, уже ситуация прогрессирует. И, соответственно, уже язва. Уже вскрылся этот фурункул. Ну, то, да, то есть, уже вскрывается это образование по типу фурункула. Снова формируется язва. Но поскольку у него в анализах высел с горднерелл вагиналис, что тоже в какой-то степени неудивительно. Понятно, наличие язвенного дефекта, наличие воспалительного процесса, вызывает нарушение микрофлоры. Но это достаточно благоприятные условия для развития горднерелла вагиналис. Но мы с вами прекрасно знаем и понимаем, что никогда сам по себе горднереллезный процесс или горднереллезный вагинит не вызывает вот таких вот серьезных язвенных дефектов. Ну, вполне, опять же, логичное действие доктора. Трихопол, метрогилгель, все, все правильно. Ну, кстати, из сопутствующих анализов, что я могу сказать. Лейкоциты, например, в моче появляется такое какое-то воспаление. В крови смотрите, как ситуация выглядит. СОЭ-40, гемоглобин-112. Все характеристики эритроцитов снижены. Как общий объем, очень низкий. Такая концентрация гемоглобина в одном эритроците, в среднем эритроцитах. Соответственно, тромбоциты, ну так, умеренно повышена. Лейкоциты, смотрите, 20-очка. Нейтрофилы 15, как бы. Ну, то есть, это прямо, это какой-то, чуть ли не перитоняя. Ну, при перитоните мы можем такие показатели увидеть. Особенно, если СОЭ, а СОЭ у нас 40. То есть, я бы, конечно, когда увидел такой анализ, я думаю, доктор на самом деле испытал похожие эмоции, сильно бы, сильно стревожился. Ну, понятно, что язва половых путей такое вызвать не может. То есть, это должен быть гнойный, разлитой процесс в тазовом, ну, в малом тазу, например, да, какой-нибудь эндометрит, там, прорыв там какого-нибудь огноника дугласового пространства, либо что-то еще. Вот, но, тем не менее, то есть, по... Ее, конечно, обследовали по-разному, в том числе и на паразиты. То есть, вы видите, что и методом ТНК в калии не обнаружено, и по антителам крови тоже ничего не выявлено. Обнаружили, конечно, низкое железо. Это было логично, то есть, при виде такого решения параметров красной крови. То есть, первое, что, о чем возникает вопрос, а что, все ли там в порядке с железом? Ну, конечно же, не все в порядке. Хотя мы видим, у ЖСС не такая уже большая, но ЖСС практически равняется ей. То есть, понятно, что дефицит есть, и есть такой серьезный. Перетин 77 вроде бы норма, но мы прекрасно с вами понимаем, что в данной ситуации, скорее всего, это просто маркер воспалительного процесса. Если бы его не было, он бы, наверное, был там ниже 10 или, возможно, даже ниже 5. Далее. Далее. Вот еще один анализ биохимический. Но я хотел обратить ваше внимание на С-реактивный белок. 180. Я такие, ну, показатели видел, наверное, при тяжелых формах ковида. Вот, когда уже шло поражение легких, да, там, с процентом поражения более 30-40. Вот тогда мы видели такой С-реактивный белок. То есть, плохо. То есть, явно что-то не то. Вот, ну и в итоге, конечно, вполне логичным развитием событий было направление к ревматологу, что она и сделала. И уже на основании именно клинической картины доктор поставил следующий диагноз. А диагноз называется болезнь Бехчета. Вот, собственно говоря, я хотел вам немножко рассказать об этом. Что это такое? Это системный воскулит. То есть, воскулюс это сосуды, да, соответственно, системный воскулит, воспаление сосудов, не установленная этиология. То есть, до сих пор так и неизвестно, в чем причина. Но есть определенные характерные клинические особенности. Это преимущественно поражение слизистой оболочи глаз, конъюнтивит, кстати, полость рта, кожи и половых органов. Причина, как я говорил, неизвестна, но, возможно, поместить определенное отклонение в вашей леосистеме. Вот, язвы на области половых органов. То есть, картина такая не специфична. Только совокупность этих данных, конечно же, может и должна навести на подозрение. Я здесь привел некоторые выдержки, что ее стоит заподозрить у молодых людей, предъявляющих жалобы на рецидивирующие автозные язвы в полости рта, изменение зрения, неизвестная этиология, язвное поражение гениталий. В первую очередь, этот диагноз ставится на основе клинической симптоматики. Народные критерии вот следующие, собственно говоря. Здесь интересный такой тест по тергии. Ну, я просто цитирую то, что увидел, потому что описание следующее. Заключается в появлении эритоматозной индурации, то есть, покраснело и уплотнилось место со стерильными пустыми, то есть, возникают пузырьки через 24-48 часов после введения стерильной иглы в кожу предплечья. То есть, получается травма, и в ответ возникает неспецифический воспалительный процесс. Я понимаю, что он тоже, наверное, не специфичен, но вот в совокупности все это вместе взятое говорит о том, что, да, наверное, эта болезнь легчета. Ей был назначен такой препарат, как Колхекун Дисперт. Он содержит в себе колхицин 500 микрограмм. Соответственно, чаще, ну, как бы в инструкции я посмотрел, что он даже больше рекомендуется для купирования овтороподагры, но у него, конечно, есть такой антиметатический эффект, который, очевидно, здесь и используется. И в целом ее самочувствие улучшается. Вот анализ крови от сентября 2024 года, то есть, буквально вот недавно он был выполнен. Мы видим, что цирреактивный белок, ну, почти пришел в норму. То есть, ситуация улучшается. Как дальше все будет происходить, как дальше все будет развиваться, я не знаю. У меня нет такого опыта наблюдения таких людей. Я думаю, что, ну, как бы не исключая, что все выровняется, но, скорее всего, какая-то вот такая аутоиммунная, иммунологическая настороженность останется. Естественно, у нее имеется негативное отношение уже к ЭКО, к ВРТ, к стимуляции. И она планирует вследствие всех этих вот страданий своих, чтобы беременность наступила именно естественным путем. Но там у нас со стороны мужа тоже немало вопросов, которыми, собственно говоря, мы сейчас и занимаемся. Но по поводу моего вопроса, который я ей задал, предлагал ей кто-то, например, в внутривенной инфузии препарата железа. Ранее об этом речи не шло, а потом, когда уже был поставлен диагноз синдрома Бехчета, ревматолог сказал, что параллельно применение калфицина этого делать не нужно. Ну вот не буду сейчас как бы спорить. С одной стороны, недостаток железа штука неприятная, да, то есть, тем более в таких дефицитных состояниях. С другой стороны, ревматологу, так сказать, виднее. Особенно, если она уже имеет опыт введения такой патологии, вполне возможно, что введение, особенно внутривенное введение железа, может спровоцировать дополнительно какое-то обострение аутоиммунного процесса. Потому что в противопоказаниях, собственно говоря, мы что видим? С осторожностью применять при острых инфекционных препаратпической аллергии, продонхиальной астме, то есть, возможно, все-таки какое-то действие на аллергизацию, на аллергичность организма. Поэтому какой вывод? Ну, он достаточно простой, по большому счету. Я просто хочу, чтобы вы запомнили, что такая штука есть. И те люди, которые с этим столкнулись, я думаю, что они есть, но просто, к сожалению, поставить такой диагноз очень сложно. Итак, при сочетании язвенного поражения гениталий, причем, кстати, как у мужчин, так и у женщин. У мужчин тоже это бывает. Причем я даже читал, потому что синдром Бегчета чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Поэтому язвочки на половых органах, язвочки во рту, конъюнтивит, высыпания какие-то на коже. Я вот сам себе это говорю и, может быть, даже так, знаете, вспоминаю, возможно, где-то я с этим и сталкивался. Но, опять же, вот такой комбинации с воспалительными системными процессами. Естественно, я всегда отправлял к ревматологу, когда я видел такое ЦРБ, такое СОЭ, такие лейкоциты, ну, там, при исключении каких-то инфекционных, там, острого живота, например, острого генитал, гинекологического воспаления, пневмонии, собственно говоря, острого пилонефрита. Это все можно исключить по клинической картине. Если мы видим вот такие системные воспалительные маркеры, то да, да, конечно же, это ревматолог. А уж как дальше развивались события, ну, мне не везло, скажем так, чтобы кто-то ко мне возвращался и рассказывал об этом. А вот тут мне в какой-то степени повезло. Поэтому, да, вот такая штука бывает. И если вдруг все-таки когда-то кто-то где-то с кем-то, с чем-то столкнется, то есть уже некий алгоритм действий. Вот такой вот интересный случай. Был рад с вами поделиться этим. Всего хорошего, счастливо. До свидания.